Саша, скажи вот с адвокатом, с твоим, какие у вас сейчас, какой план действий, что вы собираетесь сделать в ближайшее время? В ближайшее время то, что статью переквалифицировать терроризм. Террористом не игрался, он выполнял приказ, не является военнослужащим, пока на контракт официальный не закончится. На какую статью вы будете переквалифицировать? Да, там диверсионные действия получаются, раз и военнослужащие. Ты слышал про этот указ, который Путин подписал, поправки к указу о гос. тайне? Да, про секретных операций, по-моему. Специальных операций. Я слышал какие-то диверсионные, но я указ не читал. Конкретно не знаю, что там содержится. Ну, там очень расплывчатые формулировки, но, в общем, непонятно все. Ну, есть такое предположение, что это именно из-за вашей истории. Это, думаю, наверное, да, для нашей истории. Ну, по-моему, приняло 28 мая. Что? Ну, указ. Нет, нет, буквально вот 10 дней назад это произошло. А, более 10 дней назад еще. Ну, первый раз один сошел 8 мая, что этот указ планируется. Поэтому... Значит, какая-то необходимость созрела у них в этом. Удалось тебе поговорить с женой? Хоть как-то перекинуться какими-то сообщениями? Ну, как? С женой только я кинулся сообщениями один раз, и она потом удалилась из контакта. Ну, и то сообщение там такое, что она еще не уверена, что это я был, что я писал. Угу. То есть она сомневалась, что это лично я вообще выходил. Так, мне тоже связалось с ней удалось. Пытались набирать, но кто-то кто-то не берет. На всякие, ну, всем родственникам знали, на все набира. Ну, то есть близких родственников только кинем берете. Угу. Ну, мне вот тут говорят, что будто бы она тебе намекнула, что на нее там оказывается давление какое-то. Не знаю. Ну, она сказала, написала, что много говорить не может. Угу. То есть если это я, то все хорошо будет. Что она ждет у меня, что любит сообщение. Как родители? Я пытался до них дозвониться потом, но они тоже не брали трубку. Я не знаю, как родители, честно говоря. Но я надеюсь, что все хорошо у них. Не знаю, конечно, все происходит. Тоже, наверное, к ним приезжали, инструктировали. Угу. Какие-то там указания давали. Ну, а тут какая обстановка? Вот адвокат Ерофеева, он сейчас в СИЗО же уже, да? Она говорит, что будто бы там на него давят и предлагают ему политическое убежище. Ну, вообще, политическое убежище я первый раз слышал. Потому что по времени, когда Ерофеева перевели в СИЗО, в соответствии с применением, кто им ничего не предлагал. Угу. Измена, кстати, здесь его ждет, тоже не очень хорошая, если он не пойдет на сотрудничество. Ну, я не знаю, там очень понятно. Там очень понятно, на кого работает адвокат, на Ерофеева или на офицце другие интересы. Да? Возможно, да. Потому что он очень тесно, говорят, общается с консулом. Очень часто свидетельств. С российским консулом? Да. Который к вам приходил? Да. Один раз, который приходил. А он к вам больше вас не посещал? Нет. Говорит, что его не пускают. Ты бы хотел его увидеть еще? Ну, если это мой вопрос, если он может организовать мне связь с моими родными, то, конечно, это бы он будет. Ну, давай попросим его. В прошлый раз, потому что он не смог организовать связь, я сказал, что я не дозвонился домой уже, да? Угу. Я не думал, что для МИДа Российской Федерации составил проблему с моими родными. Оказалось, это проблема для них. Ну, а правозащитники? Ну, правозащитники тоже так пытаются. Это занято. Ну, нет, никто не берет руку. Кто к тебе вообще приходит сюда еще, кроме Римса? Ну, как... Кроме нас. Ну, следователи с адвокатом приходят. Спортового допросов как-нибудь. Журналисты во время тебя посещают. Ну, иностранные журналисты живут. Ну, как ты себя ощущаешь? Как-то у тебя изменилось? Ну, как себя ощущаю? На настроение, да. Потому что ты же уже две недели, и это все очень, конечно, тяжело. Ну, мотоцеление-то, конечно, стараюсь надеяться на лучшее. Все равно. Конечно, хочется к родным, близким. Морально все равно тяжело. Потому что, вот, так как бы, вот такие отказались. Как-то на служащем, если прочее, неприятный факт остался. Ну, вот российские адвокаты, я тебе до этого же рассказал, да, уже кратко, они предлагают от своего согласия, конечно же, от твоего имени подать гражданский иск от Министерства обороны о незаконном твоем увольнении, если оно имело место быть. Если действительно все обстоит так, как ты описываешь, то, в общем. Я, как бы, не против. То есть, там, я не думаю, что составит трудодоковательство. Я являюсь военнослужащим. Есть, как вам можно подправить запросы, идентик, отсуждающие документы. Сколько тебе еще, примерно, с ногой? Да, с ногой еще пара операций планируется. Пара операций? Да, две. Одна или две операции. Ну, когда она будет, я не знаю, там все-таки, вы еще врача спрашиваете. Да, здесь у многих, конечно, такая не очень приятная такая ситуация. Я походил и посмотрел, очень много людей на колясках с костылями. Это вообще, конечно. Доказать еще раз бессмысленности этого вооруженного конфликта. Когда все время увидели войска в Афганистан, хотя там был хотя бы официальный ввод войск, что так же и бессмысленно оказался, то и сейчас наши войска в Афганистан. Даже не официально, просто увидели. Уже погибли наши солдаты, украинские солдаты. В чем смысл вообще этого? Как бы принципиально понятны, что я сейчас побывал на другой стороне этого конфликта всего. Но, как понимаешь, это не совсем все так, как показывают главные телеканалы. Даже глубоко не так, что нет никого не русского языка, нормальные ребята. Слушай, но ведь ты не совершал никаких действительно преступных действий, да? Ты не стрелял в тот день, когда все произошло, да? Преступных действий я не совершал. Кроме того, что незаконно пересел границу. То нет, край половины, у наших руков нету. Как бы, совесть чистая, в этом плане, конечно. Ну, так. Ну, и весь конфликт уже, как бы, бессмысленный. Только погибают наши ребята, украинские. А родным тоже заменят родителей. Детей заменят, тоже заменят отцов, мужей, братьев. Это украинская сторона в своих пленных, в своих погибших достойно встречает. Но у нас так, даже в настях не говорится. А если что-то происходит, то отказывается, как, например, от меня. Не знаю, что родину считают предателем. В принципе, родину не предавал. Ну, вот Саша видишь, то есть Женя видишь, он пошел в долгую линию. Ни в чем не признается и отправился в СИЗО. Ну, все. В СИЗО отправился, потому что физически, так сказать, здоровье позволяет мне в состоянии сам передвигаться. Ну, да. Не позволяет мне в состоянии сам передвигаться. Но, в основном, все-таки, магициал входит сам. Саша, ты извини, просто я, ну, не могу не спросить. Вот то, что ты говоришь, те вещи, это действительно… Ты так поменялась по точку зрения, да? За эти несколько недель. Или все-таки частично твои слова продиктованы ситуацией, да? И ее все-таки очень такой неловкость в этой ситуации. Ну, конечно, поменялась мировоззрение, когда увидишь… Ну, то, что тебе показывают новостям. Когда ты побываешь на другой стороне, как ты все это видишь. Опять ты все ощущаешь на себе. Поменялась мировоззрение. Теотично на это повлиялось на ситуацию, конечно. Я не думаю, что она поменялась. Наверное, зря я не себя не попал в плен. Но та же, наверное, все и было, что черный и белый. Ну, как-то сейчас… Что-таки ты себя чувствуешь в плену? Ну, нет, конечно, я себя в плену чувствую. Ну, что ты себя в больнице… Ну, статус-то хотел, конечно, быть военнопленным. Не террористом, не наемником. Дикие выполняют прикосы. Ты хотел сказать, да? Да, хотел сказать, что может кто-то все-таки увидит и знакомый там, или с друзей передаст, там, может, ссылку скинешь. Что все-таки… Хотел сказать родителям, что у меня все нормально, что я потихонечку на поправку, чтобы не переживаю. Что я тоже за них переживаю, что у меня там все хорошо, нехорошо. Что мама, главное… Слишком сильно не нервничала. Жене… Хотел сказать, что очень сильно люблю ее, что соскучился. Что мне очень жаль, что из-за меня столько проблем сейчас на нее свалилось сверху. Она… Ее хрупкие плечи, что… Так морально все тяжело, и, как бы, я не могу помочь, как-то поддержать. Надеюсь, конечно, что она увидит это видео, или там кто-нибудь передаст и знакомых, или там друзей, скинет ссылку. Надеюсь на это. Может, она сама посмотрит. Что она все-таки не теряла веру и надежду. Что все будет хорошо, что я вернусь. Что я ее люблю очень сильно. Спасибо. А консулу грубому? Что? Он передать что-нибудь консулу грубому. Он точно увидит. Консулу. Может, он как-нибудь все-таки организовал связь с женой. Он где сорвание. Спасибо. Больше ничего нет. Спасибо. Спасибо. Спасибо.